Рада приветствовать вас на своем канале в этом видео. Я решила поделиться с вами двумя невероятно классными рецептами из шоколада. Обязательно досмотрите до конца и попробуйте данные рецепты. Для начала подготовим основу, а именно шоколадный бисквит. В дежу миксера соединяю яйца, сахар, соль, оставляю все взбиваться. Далее перехожу к сухим ингредиентам. Соединяю муку, алкализованное какао, разрыхлитель, соду. Жидкие ингредиенты это масло подсолнечное, и молоко. Подготавливаю кольцо диаметром 18 сантиметров. И да, кстати, разогреваю заранее духовку до 160 градусов. Теперь в два этапа просеиваю муку. Сначала половина муки, потом половина жидких ингредиентов. Хорошо вымешиваю, долго замешивать не нужно, чтобы масса не осела. Теперь добавляю половину жидких ингредиентов. Снова хорошо промешиваю и с оставшейся частью проделываю то же самое. Все подробные ингредиенты будут расписаны, как и всегда, в описании под видео. Обязательно попробуйте этот рецепт, он невероятно вкусный, классный, вам наверняка понравится. Теперь вливаю подготовленную формочку и отправляю в разогретую духовку приблизительно минут на 50. Перехожу к крему, соединяю творожный сыр, сливки, сахарную пудру и взбиваю все хорошо. Посмотрите, какой классный бисквит пышный получился. Он, естественно, у меня уже остыл. Теперь нужно превратить его в крошку. Можно сделать при помощи блендера, но у меня хорошо все получается руками. Делаю я это сразу и держу миксера. Далее здесь я буду вымешивать будущую картошку. Сюда же отправляю крем, который хорошо, посмотрите, стабильно взбился до стабильного состояния. Теперь буду вымешивать насадкой лопата. Можете также вымесить это руками, надев перчатки. Вымешиваю приблизительно минуты 4-5. Все хорошо вмешивается. Посмотрите, сейчас я вам покажу, какая консистенция должна получиться для пирожного. Делаю это без перчаток, так как готовы для себя. Посмотрите, как хорошо формируется. Теперь измеряю по 50 грамм и делаю вот такие шарики, чтобы получилась ровная у меня картошка. Из данного количества ингредиентов получилось у меня 18 шариков. Теперь посередине втыкаю зубочистки и далее отправляю в морозилку примерно на несколько часов. У меня они простояли ночь. Теперь переходим к покрытию, а именно к шоколаду. Молочный шоколад топлю в микроволновой печи импульсно. У меня шоколад кондитерский в калетах. Я его растопила. 400 грамм. Конечно, в кружку у меня 400 грамм не вошло, вошло только 300 грамм. На 300 грамм я добавляю 2 столовые ложки подсолнечного масла. И теперь замороженные пирожные опускаю, окунаю полностью в шоколад. Достаю и вот так жду, пока весь шоколад стечет. Можно немножечко сделать об стакан краешки. И на силиконовый коврик отправляю пирожные. На 18 штук у меня ушло 400 грамм шоколада. Далее оставляю при комнатной температуре минут на 30 и убираю зубочистки. Они хорошо снимаются. Немного у меня остался шоколад. Сверху чайной ложечкой поливаю вот так немножечко и посыпаю вот такими шоколадными шариками. Мне кажется, выглядит круто. И они, кстати, дополняют вкус. А дети вообще просто в восторге. Нереально вкусная картошка получается. Обязательно попробуйте. Какую даже можно продавать. Я пыталась довести ее до идеала. Мне кажется, у меня это получилось. Теперь переходим ко второму рецепту. Он не менее классный, очень нежный тортик получается. Обязательно попробуйте. Для начала нужно испечь бисквит. В чаше соединяю все сухие ингредиенты. Мука, разрыхлитель, соль, какао. Сюда же отправляю сахар. Теперь беру отдельную чашу и в ней буду соединять все жидкие ингредиенты. Яйцо, масло растительное, масло сливочное заранее растопила в микроволновой печи. Сюда же отправляю молоко. Все хорошо перемешиваю венчиком, не миксером. И сюда сейчас буду просеивать все сухие ингредиенты. Вместе с сахаром у меня все хорошо просеивается. Пока замешиваю тесто, разогреваю духовку до 170 градусов. И еще подготовила заранее кольцо диаметром 16 сантиметров. Понадобится всего лишь одно кольцо. Данный бисквит универсальный. Он подойдет для разных десертов. На моем канале уже есть рецепт шоколадного бисквита, которым я постоянно пользуюсь. Но когда я попробовала этот рецепт, ну уж очень мне он понравился. Буду и дальше готовить из него разные десерты. Отправляем тесто в кольцо и убираем духовку на 40-45 минут. Проверяем деревянной палочкой. Если она сухая, то значит бисквит готов. Все убираю фольгу и аккуратненько ножом прохожусь по краю кольца, чтобы не повредив бисквит извлечь его из кольца. Вот такой классный бисквит получился. Посмотрите как раз на два коржа. Бисквит получается нежнейший. Он уже постоял у меня, остыл. Верхушечку я срезаю и убираю его пока в сторону. Перехожу к муссу. В холодной воде замачиваю желатин и убираю пока что в стороночку. Перехожу к сливкам. Сливки наливаю в сотейник и нагреваю, но не кипячу. К сливкам отправляю темный шоколад. Шоколад у меня в калетах, кондитерский. Его я тоже немного в микроволновой печи растопила, так как он у меня стоял в холодильнике. Хоть и говорят, что нельзя хранить шоколад в холодильнике, но у меня с ним абсолютно ничего не произошло. Растопила его немножечко, чтобы он лучше соединился со сливками. И теперь погружным блендером немного поработаю. Если вы попробуете этот рецепт, обязательно поделитесь своим впечатлением в комментариях. Такой тортик, я думаю, понравится каждому. Теперь сюда нужно добавить сметану. Сметана у меня холодная, поэтому сразу ее добавлять. Я ее не буду в общую массу. Сначала я добавляю в нее немного шоколада теплого со сливками, перемешиваю. Далее уже отправляю в общую массу, чтобы сметана не свернулась. Все хорошо перемешиваю. И теперь нужно растопить желатин и отправить его сюда же. Когда я все хорошо объединила, возвращаюсь обратно к бисквиту. Бисквит нужно разрезать на две равные части. Делаю я это при помощи струны. Разрезаю на два коржа и пора собирать наш тортик. В том же самом кольце диаметром 16 сантиметров, обвернутый в отстантную пленку. Сначала выкладываю бисквит, далее пропитываю его. Пропитка в данном случае у меня вода с сахаром. Пропитываю хорошо и вливаю пол части мусса. Мусс разделила на две равные части. Вливаю сначала половину, убираю в морозилку минут на 20. Со второй половины проделываю то же самое. Сначала выкладываю бисквит, пропитываю его и вливаю оставшуюся часть мусса. Убираю минут на 20 в морозилку. После чего тортик готов. Так легко и быстро мы приготовили такой шикарный торт. Решила его украсить шоколадной стружкой. Пора разрезать, смотреть какой он на разрезе получился. Посмотрите какой он нежный. Как легко он плавно режется. А какой он красивый получился и аппетитный. Так и хочется поскорее его съесть. Всем советую попробовать этот рецепт. Дети в восторге. Оба этих рецептов дети просят готовить регулярно, но это понятно почему. Обязательно подписывайся на мой канал и не забудь оценить это видео и прокомментировать.